Думайте, я хочу, чтобы вы порвались в своих мозгах и сказали мне, о чём сейчас мечтаете. О мире? Думаю, да. Вы думаете о судьбе мира? Думаете, как получить пулитцеровскую премию? Или нобелевскую? Приз на MTV? Вы мечтаете встретить гениального парня по возможности скверного, но пылающего внеземной страстью, согласно вы спать на грязном белье? Я предпочту двоих. Что? Я предпочту двоих. Кимберли нужны двое. Вам близка философия Лакана. Фантазии должны быть нереальными. Потому что в тот момент, когда вы достигнете того, о чём мечтали, вы перестаёте это хотеть. Чтобы стремление продолжало существовать, его объект должен быть недосягаем. Вы хотите не того, чего хотите, а мечты об этом. Так желание создаёт сумасшедшие фантазии. Извините. Именно это имел в виду Паскаль, когда сказал, мы по-настоящему счастливы только, когда мечтаем о том, что случится в будущем. Получилось сегодня. Поэтому мы говорим, охота слаще убийства. Или будь осторожен с тем, чего желаешь. Не потому, что это можно получить, а потому, что потом это уже не будет нужно. Поэтому урок Лакана, живя по своим желаниям, никогда не будешь счастлив. Поэтому действительно разумный человек старается жить идеями и идеалами, а не достижением своих желаний. Он живёт сочувствием, участием, разумом и даже самопожертвованием. Потому что в конечном счёте мы можем оценить значение своей жизни только ценностью для других.